Катя Карпенко. Шаг к себе. Квест перехода от подростка к взрослому. Привет! Как ты? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ну что ж, подростковый возраст сейчас у тебя в самом разгаре. Давай знакомиться. Я Катя, и я психолог для подростков, таких же, как и ты. Главная цель моей книги – показать тебе, что с тобой все нормально, уже нормально. А если добавить уверенность в себе, стойкость, целостность и понимание, что с тобой сейчас происходит, будет вообще отлично. Эта книга не монолог, а диалог. Представь, что ты у меня в кабинете. Ты удобно сидишь в кресле, возле тебя ароматный чай или кофе, и ты можешь полностью расслабиться и довериться мне, потому что я здесь про тебя и для тебя. Я не осужу тебя и не буду ни в чем винить. Бери ручку или карандаш, и мы начнем с тобой наш путь прямо сейчас. Правила работы с книгой. Первое. Можешь слушать блоки по порядку, а можешь начинать именно с той темы, которая сейчас для тебя актуальна. Второе. Упражнения в книге – это шаги, которые быстрее приблизят тебя к желаемому результату. Помни, просто прочитать или услышать – это ничто. Важно всю приобретенную информацию сразу внедрять в жизнь. Скажешь «потом сделаю»? Увы, потом чаще всего равно никогда. Ты уже молодец, что начал и взял эту книгу. Это важный шаг, и его бывает сделать сложнее всего. Глубину ныряния определяет ныряющий. Ты сможешь получить от этой книги столько, сколько захочешь. Главные мысли, которые я хочу донести до тебя – с тобой все нормально. Выбора в жизни должно быть много. Где фокус, там результат. Нужно постоянно работать над своими опорами и смыслами, укреплять их и относиться к себе по-доброму. Ну что, поехали? Подростковый возраст. Про какой возраст вообще идет речь? В английском языке все предельно просто. Teenager. Teen – составная часть в названиях чисел. От 13 до 19. Thirteen и nineteen. Age – возраст. Всемирная организация здравоохранения относит к подростковому возрасту период с 10 до 19 лет. На Кубе возраст совершеннолетия наступает в 16, в России – в 18, а, например, в США и Сингапуре – в 21 год. Так что, если тебе от 10 до 21 – это книга про тебя. Подростковый возраст – период серьезных перемен. Давай попробуем вместе разобраться, что с тобой происходит. У тебя сейчас стремительно меняется тело, часто неравномерно. То что-то вырастет быстро, то удлинится, то округлится. Еще эти прыщи. Волосы растут там, где не нравится. Меняется запах тела, ломается голос. Только вроде к чему-то привык, опять появляется что-то новое. Хочется приручить тело, а оно не приручается. Живет как будто свою отдельную жизнь. У тебя сейчас повышенная эмоциональность. Ты можешь сильно агрессировать, злиться. Потом ни с того ни с сего начать плакать. Сдерживать себя становится все сложнее. Также могут быть желания рисковать и тяга к экстриму. Это нормально. Миндалевитное тело отвечает за инстинктивное поведение, агрессию, риск и порождает сильные эмоции. У тебя сейчас эта область мозга используется больше, чем у взрослых. Тебе может казаться, что ты стал неуклюжим, постоянно спотыкаешься или налетаешь на какие-то предметы. Это нормально. Мозжечок отвечает за координацию движений и равновесия. Сейчас твой мозг не всегда успевает за стремительным ростом тела. Ты не можешь заснуть вечером, а утром разбудить тебя задача не из простых. Это нормально. Гипоталамус регулирует сон, голод, жажду. У подростков мелатонин вырабатывается лишь поздно вечером, и этот процесс продолжается утром. У тебя может быть сильная потребность в получении удовольствия, и ты готов идти на риск ради получения этих ярких эмоций. Это нормально. В подростковом возрасте уровень дофамина в прилежащем ядре меняется. Подумай, каким безопасным способом ты можешь получить яркие эмоции. Может, это страшный квест, или американские горки, от которых захватывает дух, скалодром, тарзанка, веревочный парк, или стоит попробовать с тренером какой-то экстремальный вид спорта, велосипеды, BMX, трюковые самокаты, паркур. У тебя может хромать дисциплина. Ты не всегда способен держать себя в руках и принимать правильные решения. Это нормально. Префронтальная кора отвечает за рациональное мышление, самоконтроль, принятие решений, дисциплину. Она формируется в последнюю очередь, к 25 годам. Тебе может быть сложно приручить свою сексуальность. Также у тебя может появиться тяга к несдержанному, рискованному, необдуманному поведению. Это нормально. Благодаря росту уровня половых гормонов у подростков пробуждается не только сексуальность, но и агрессивность. Ты постоянно смотришь по сторонам и сравниваешь себя со сверстниками. Тебе кажется, что у тебя все началось намного раньше, чем у других, или наоборот позже, что со всеми все в порядке, а с тобой что-то не так. Созревание у всех происходит в своем темпе. У кого-то раньше, у кого-то позже. И это нормально. С тобой все хорошо, уже хорошо. И вместо того, чтобы смотреть на других и измерять себя по их линейке, обратись к себе. Начни изучать себя, свое тело. Постарайся войти с ним в контакт. Что делать? Собирай информацию. Чем больше у тебя будет информации про то, что происходит с твоим телом, тем спокойнее ты будешь. В помощь книги про физиологию подростков. Их много. Если не понимаешь, что происходит сейчас с тобой, то у тебя могут возникать вопросы. Может у меня какие-то нарушения? Может я умираю? Может моя жизнь в опасности? Второе. Задавай вопросы. И лучше не таким же подросткам, как ты, а взрослым. Тебе нужен взрослый, который скажет, что все, что с тобой происходит, это нормально. Я знаю, что у тебя возникает много стыда и страха, но здесь нечего стыдиться. Каждый взрослый твоего пола проходил этот путь и тоже не понимал, тоже боялся, но в итоге смог преодолеть все это. С кем ты можешь поговорить про изменение тела? Какому взрослому ты доверяешь? Оглянись по сторонам. Это может быть старший брат или сестра, тетя, тренер, учитель, психолог или мама-подруги. Спроси у взрослого, которому ты доверяешь, про его подростковый возраст и сложности, с которыми он сталкивался на этом пути. Наверняка многие сложности совпадут. Пробуй разные варианты подружиться с телом. Представь, что тело – это твой музыкальный инструмент. Его можно настроить под себя, и тогда на нем можно будет виртуозно играть. Или можно постоянно его ругать, сравнивать с другими, плохо к нему относиться. Он только расстроится во втором случае, и толку никакого не будет. Какие способы могут помочь подружиться с телом? Изучать его в зеркале, двигаться, заниматься любым спортом, гладить себя. Ты знал, что нашему мозгу все равно, кто гладит тело – другой человек или мы сами. Поэтому дари себе тепло и любовь. Часто подросткам хочется спрятаться в оверсайз-одежду. Это нормально. Ты еще не до конца понимаешь границы своего тела. Тебе проще, спокойнее сейчас в одежде не по размеру. Когда ты немного подружишься со своим телом, в твоем гардеробе обязательно появится одежда по размеру и по фигуре. У меня для тебя есть одна хорошая новость. Подростковый возраст – это не навсегда. Он обязательно пройдет. И все взрослые, которых ты видишь, тоже проходили этот непростой период. И прошли, не сломались. И ты обязательно пройдешь. Внешность Часто в подростковом возрасте внешность – это уязвимое место. Нам всем хочется быть красивыми, нравиться себе и другим. Что для тебя значит красота? Для чего тебе быть красивым? Кто твой идеал красоты? Стремление к красоте и идеалу может привести к невротизации. В погоне за недостижимым идеалом часто используются нездоровые способы улучшить себя. Такие, как изнуряющие диеты, занятия физическими упражнениями до изнеможения, желание переделать свое тело и лицо хирургическими способами. «Но я хочу выглядеть, быть красивой. Что в этом плохого?» Можешь возразить ты. «Попытаюсь объяснить тонкую грань. Я себе нравлюсь, я знаю свои сильные стороны и стараюсь это подчеркнуть. Я хочу хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. Я забочусь о себе из любви к себе. Это одна история. Я не нравлюсь себе, я ненавижу свое тело, свою внешность. Я не принимаю себя. Я хочу переделать в себе все. Это желание изменений не от любви, а от ненависти. Чувствуешь разницу? Из нелюбви к своему телу могут быть разные стратегии поведения. Или демонстрировать тело на показ, или наоборот, скрывать его полностью. Одеждой и своим внешним видом мы разговариваем с миром. Что ты хочешь сказать своим внешним видом миру? Как справиться с красотой? Но бывает и такое. Подросток понимает, что он красивый и получает подтверждение этого и от других людей. И здесь тоже есть одна опасность. Внешность может стать единственным костылем, на который человек опирается. И тогда он становится заложником своей красоты. Красота – это одно из, но точно не единственное твое достоинство. У тебя, я уверена, есть много интересов, в тебе много смыслов и много глубины. Если выставлять фокусом только внешность и игнорировать другие опоры, красота становится безликой. Даже в самой красивой обертке все самое главное – внутри. Какие задачи стоят перед тобой? Перед тобой в подростковом возрасте стоят две главные задачи – сепарация от родителей и ответ себе на вопросы «Кто я? Про что я? Чего я хочу? Куда мне двигаться дальше?» Взрослая жизнь хороша, когда ты умеешь справляться со взрослостью. Для подростков свойственна амбивалентность, им хочется быть взрослыми и свободно распоряжаться своей жизнью. А с другой стороны, не хочется брать на себя ответственность, так как не хватает компетенции, опыта, понимания последствий своих выборов. Надо понимать, что без успешной сепарации ты не сможешь ответить на вопросы «Кто я? Чего я хочу?» То есть без закрытой первой задачи закрыть вторую попросту невозможно. Сепарация – важный этап становления личности, когда подростку нужно отделиться от родителей и значимых взрослых. Зачем нужна сепарация? Что она дает? Подростку она дает автономию, возможность не зависеть от других, развивать свои компетенции, самостоятельность, получать плюшки взрослой жизни, принимать решения, распоряжаться деньгами. А для родителей появляется возможность реализовать то, что не удавалось реализовать из-за необходимости сопровождения детей по пути их взросления. Для того, чтобы правильно отсоединиться, нужно правильно присоединиться. Сепарация – не разрыв. Если правильного присоединения не было, то можно улететь от родителей на другой континент, но эмоциональная турбулентность будет оставаться такой же. Четыре вида компетенций для успешной сепарации. Первое – функциональные компетенции. Ты можешь сам заботиться о себе и быть самостоятельным. Функциональная взрослость без взрослых компетенций смешна. Отметь, умеешь ли ты делать следующее. Сам навести порядок в комнате, квартире. Ты можешь сам следить за своими вещами, стирать, гладить. Ты умеешь готовить. Сможешь сам неделю готовить себе здоровую еду. И я не про заказать доставку или купить фастфуд. Ты умеешь оплачивать товары в интернете. Сам оплатить телефонный счет, коммунальные услуги. Сам вставать по будильнику без десяти напоминаний родителей от ласкового до крика. Ты можешь сам следить за своим расписанием. Школа, секции, дополнительные занятия. Ты умеешь планировать свое время. Ты умеешь распоряжаться карманными деньгами. Сам выбирать себе одежду. Пользоваться общественным транспортом. Сможешь самостоятельно добраться до школы, секций, занятий. Второе. Эмоциональные компетенции. А теперь ответь на эти вопросы. Ты понимаешь свои эмоции? Ты можешь отделить свои эмоции от эмоций других. Ты обладаешь навыками саморегуляции. Простыми словами, саморегуляция – это возможность управлять своим состоянием и эмоциями. Третье. Ценностные компетенции. У тебя сформированы ценности, убеждения. Ты умеешь аргументировать свою позицию. Ты умеешь слышать мнение других, отличное от твоего. Ты задумываешься о смыслах. Четвертое. Социальные навыки. Ты умеешь чувствовать и понимать свои границы и не нарушать границы других. Ты умеешь дружить. Ты умеешь создавать и поддерживать социальные связи. Ты умеешь экологично конфронтировать, слышать другого, уважать его мнение, высказывать свое и при этом не разрывать отношения. Если у тебя на данный момент мало ответов «да», не расстраивайся. Это твоя дорожная карта к самостоятельности, которую ты так хочешь. Уже сейчас ты можешь составить план и ответить на вопрос, какие шаги ты можешь сделать к самостоятельной жизни. Здоровая картина сепарации – это обоюдная потребность и подростка, и родителей отделиться. Родители понимают необходимость отпустить подростка из гнезда и знают, что он готов исправиться с этим. А подросток хочет выпорхнуть из него, и ему не страшно вылететь, когда у него есть понимание своих дальнейших шагов за пределами гнезда и сформированы к этому навыки. У меня в терапии был 17-летний парень. Он требовал от родителей, чтобы ему сняли отдельную квартиру. Когда на консультации я его спросила, какими навыками самообслуживания он обладает, приготовить себе еду, убрать, постирать одежду, распределить бюджет, он понял, что ему еще рано жить отдельно. И мы разработали план, как и чему за год он сможет научиться у родителей.